Привет, друзья! С вами я, Евгений Холмский, золотой голос группы Турбомода. Пригласи артиста на праздник и компания MJ Production все остальное сделает за вас. Увидимся на концертах, друзья! Так ты расскажи, ты был когда-нибудь в Эстонии, в Таллине, в Прибалтике вообще? Да, был. Вообще, если честно говоря, у меня сестра как бы родилась в Эстонии вообще. А, да? Да, реки. В каком городе? Я прожил всю свою сознательную жизнь, насколько себя помню. Я думал, что она урожена в России. Так, а в каком городе она родилась? На днях я попросил ее паспорт, потому что нужно были документы. Конечно, я вру, я узнал об этом немножко пора. Чтобы сейчас было смешно, я рассказываю так, что на днях я попросил документы, а мне уже по страху лет, и вдруг я узнаю, что она вообще... Прости, извините, я тебя перебью. Под сороку лет это сколько? Задумался. Продолжаем, продолжаем. Я не знаю, как ответственно это просто. Вот так и есть по-разному, по-всякому. Можно и там, и вся. Давай про сетру, давай про сетру. Ну, много. С одной стороны. Сестер много? Вот знаешь, что? Я вот прям сегодня на эту тему рассуждал. С 20 лет мне казалось, что я буду жить очень-очень долго. А по факту сейчас уже чуть-чуть побольше. Так будешь еще дольше жить, поэтому какие проблемы? И думаю, что не буду я жить очень-очень долго. Ну ладно, не будем на такие злободневные темки. А ты меня видишь? Так, слушай, это вот сейчас у вас как нужно, да? Да это на мордник я просто одел, думаю, фильтр для базера. Слушай, ну у нас их сначала три дорога, в начале пандемии продавали, их вообще не возможно было найти. Я обходил, ну грубо говоря, там вышел в аптеку, мне нужно было ночью перед самолетом купить маски. Ну ладно, куплю маски. Ну как, нормально чувствовать, как бы, да? Вот, я не смог найти эту маску. Сейчас я покажу. У меня есть такая штука вот, очень удобная. Ну если, как идея, как идея, прикольно. То есть это типа как хомут, да? Да. И как бы, то есть он всегда на себе, он закрывает шею, особенно для тех, кто, ну, весеннее-осеннее вот это вот, да, для кого шею нужно держать в тепле, да? Ну тебе, например, ты же там как запоешь на сцене, тебе сразу «ООООО!» Да не обязательно, я пою в любом положении. В любом положении, в любом состоянии? Да, да, да. я тебе скажу я тебе скажу рассказать вот так ты уже от коронавируса спрятался я тебе я тебе скажу так что я тебе скажу смотри так как мне сказала бабушка когда-то там где бы совесть была там кое-что выросла слушай скажи вот 1 минуту про твою сестру говорили а ты сам там эстонии бывал вообще когда-нибудь естественно вот я чуть я забыл сказать господи я по-эстонски говорил я по-эстонски очень хорошо читал скики очень хорошо говорил я в эстонии один сайт сейчас не спорта тогда получается сам с эстонией что ли да не просто родители занесло как бы они с гастролем ездили и вот и вот там я провел серьезно реально а ты сейчас хоть что-то помнишь по-эстонски совсем а скажи скажи а ты сам-то вот только выступать как как в группе турман туба мода ты ездил в эстонию или нет вот не всегда вспомнишь какие-то такие моменты потому что получать у тебя прямо связь твоя вторая родина столица эстонии да отлично вот я сейчас сижу в таллине а ты в москве мы прямо как две столицы я очень когда-то последний раз был в этом любимом городе там где-то мы застряли какой-то памятника когда гуляли еще а не тима я не помню на смотреть но я или я очень за его архитектуры и вообще то есть каждый город имеет свою попытку неповторимые такую какую-то ауру и энергетику это и ну архитектуру я очень люблю я очень люблю фотографировать очень люблю здания ну то есть вот как вот и а скажи пожалуйста когда-то последний раз был в таллине 20 лет назад возможно 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 кстати как же так таллин уже давно изменился ты бы его не узнал бы вот но ты замечательная возможность компания нг продакшен то есть со мной то без того и душевный открытый компанийский сразу видно по глазам да так по тебе вообще я буду скажу типа что душевный компанийский веселый позитивный поэтому поэтому я тебе скажу что 13 февраля мы то с тобой тут и увидимся когда твой первый концерт за 20 лет будет в таллине клубе китхаус серьезно не шутишь нет и хорошо это это уже хороший ты уже успел этот свой там прическу сменить сменить сумасшедший я человек да нет у меня тут просто творческом спешка я тебя забыл сказать и у меня тут репетирую очень-то необычный у меня в общем необычный вечер ну а то вариант хорошими друзья приехал ко мне как-то на выступление это время назад когда еще пандемии даже не было и даже вот не осталось страшных мыслях я не мог себе представить что мы вообще до такого накатимся но это нет смысла это как бы мы будем очень долго об этом говорить наша задача наша задача вообще делиться с людьми чем развлекать народ тут тут так можно какую-то свою песню споешь из группы людям напомнишь о себе что 13 февраля ты уже будешь здесь и все вот смотри если я вот сейчас вот в какой вот обстановке спои свои песни нас неправильно поймут никто не придет на концерты они наоборот придут потому что все вспомнят свое детство и молодость хотя мы все молодые я сразу узнал я поговорить как вчера я тут тебя сразу узнал как вчера как будто вчера вот только ну слушай мы до старости молод а потом как раз 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 и я был фанатом группы когда-то когда мне концерты немножко другое то есть там атмосфера я тебе скажу я тебе скажу честно что вот у меня многие спрашивали несмотря на многие сложности проблемы и артисты бывают разные сложные почему как бы я вообще начал заниматься этим организаторством хотя некоторые артисты и и и и нахуй пошлют и еще что-нибудь там какие-то возникают вопросы я тебе скажу что мне нравится лично почему я этим занимаюсь давно уже 10 чуть больше лет только потому что когда например я слышу когда я слышу как реагирует зал вот именно нам на артиста и вообще вот это вот как бы скажем этот дух как бы это прямо такой вот как бы отдача зала вот это как бы дает мне силы что я могу месяцами заниматься там следующим концертом подготовке чтобы вот получить вот этот вот полчаса этого адреналина маньяк маньяк думаю все немножко это самые веселые а без этого просто ну а без этого просто крыша съедет совсем скучно конечно все значит мне придется нет надо чтоб не придется надо чтобы нам надо чтобы пел от души а душа у тебя и слушай я конечно честно я обязательно сейчас должен буду через какое-то время вспомнить как бы чем не было связано с эстонии вот но я говорю что я скользко хотел детский садик до школы в эстонии и сестра вне эстонии смотри у нас собой ну я была родился в эстонии но родился в городе юхвето рядом с нарва это рядом с россией практически 40 километров от границы я не могу найти я не могу найти песню они все они узнаваем привет 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 я конечно же знаю эту песню нет я знаю эту песню я просто не помню кто ее исполняет но кто-то ее из артиста тоже исполняет уже скажи вот допустим хотел спросить вот и от танцевал от плясал уже так лет так двадцать наверно да уже на сцене даже до века вот что скажи вот что тебе нравится больше всего вот выступлениях в гастролях и вообще вот в этой в этом мире в шоу-мире шоу-бизнеса я какой-то такой достаточно объемный и сегодня философский вопрос нет там давай споем нравится путешествовать во первых центре от гастрольной жизни один плюс и путешествуешь за чужой счет это раз песни поешь это два ну хорошо если ты делаешь хорошо а если это не будет донораров не будет будешь сидеть тебя никто не будет слушать тебя будут все проклинать и будете платить деньги лишь бы только ты не слушай но это не мой вариант а я у тебя спрошу сразу еще до водородок а ты бы спел бы какие-нибудь новые песни если тебе кто-то их написал бы да вот сегодня работал над это мы сняли пик там расскажу еще маленький этот нос короче с одной красивой девушкой записал дуэт вот в августе отсняли клипа сейчас сидим и редактируем какие-то вопросы приближение удаления чистка на монтаж обсудим обсудим вариант может быть что-нибудь собственно говоря а ножка это непредсказуемый а ему тут это да рыбы сегодня да 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 это точно а вот чтобы ты как бы вот смотри если у тебя вот здесь не было 20 лет как бы вот и чтобы ты хотел посетить какая-то гостиница вот интересно было бы как еще раз гостиница какая вот и хотел бы как какой-нибудь там новомодной гостиницы или в старинной лучше поселить мне вообще значит этот вопрос он как бы ну не важно вот знаешь как это в каком-то фильме главное чтобы было куда упасть потому что это не важно главное критерий для меня можно человеческое теплое общение молодые они молодые еще и зеленые а мы уже красные не так слушай такая вот ты все-таки я все-таки вернусь к этому как бы я как я и твой фанат уже с детством наш как бы с пеленок почти слушай я предлагаю давай давай это я конечно мне приятно когда люди говорят что им нравится как бы песня как бы да ты нравится песня нравится исполнение то есть это и это у них вызывает какие-то приятные как сказать ну воспоминание мне приятно и такой вот не покушаю которые мне нравились и пить не я душка как раз так ну блин ну как бы да я тебе скажу что вот моим сторонам как бы вот я например так же вот помню когда первый раз с алексеем потехиным встретился и как съездил к нему в гости я никогда же не думал в детстве что я увижу когда-то своих кумиров прямо вот ну так а потом получилось жизнь сложилась так что я начал сам организовывать концерты и начал работать с этими артистами вот я никогда об этом не думал когда мне было там 15-20 лет коммуникации шоу-бизнес то же самое то что это и ручить коммуникацию это да а ты там кока-колу пьешь просто кока-колу или с чем-то мысли ну как о кока-колу то там попиваешь мне все время кажется что что-то странно почему не люблю по видеоконференции общаться потому что мне кажется что у меня рожка к не не влазит объектив и она вот да вроде бы нормально все это скажу да я просто говорю как я такая я тебе скажу что что я заметила что сами себе людей не нравится вообще никогда в том что иногда камеру телефонов слишком сильно искажают форму головы любой телек он прибавляет плюс 35 ну так это значит нет так это значит поэтому те которые с бухенвальда выехали они выглядят достаточно прекрасно если ты в нормальных килограммах когда ты выглядишь просто жирным да да а ты не ты все он не спел вот из своего репертуара ты не спел ни одной песни я так жду и жду на самом деле приятно что удалось созвониться в этом смысле что как бы вот я как раз думаю типа что чтобы даже спросить столько вопросов было еще позабывала какую как увидел аж забыл все вопросы когда вот этот клип которого сейчас там которого там сейчас замутили когда он выйдет где можно будет где можно будет посмотреть если у тебя instagram ну-ка расскажи-ка но где где-то где фанаты и фанатки могут за тобой понаблюдать за твоей личной жизнью так они уже давно вставили что это имплантные все довольны они уже давно вставили импланты поэтому все окей и выглядит как пятнадцатилетние секушки подсказывает вот и она не подсказывает что моя сестра взялась городе пярну так это у нас курортный город как лайпеда это литва татар то это 2 по величине эстонский город нарва нарва нет это я не знаю валга талли рига рига понятно либо кстати вот рига и это не знаю почему то вот то есть оттали он больше такой город то есть там очень все вот надо рассматривать то есть он такой как бы очень таинственный а рига он больше широкий да это как питер и москва ну типа того на ну типа я как бы знаешь может сравнение не к черту но такой да то есть питер он более такой как бы очень такой а москва широка душа а питер глубоко надежда кадышева так вот видишь люблю чертовку вот причем такая за что-то на мать-земля на очень душевная вот ведь вот каждого артиста как ты говоришь за что-то это что-то любит то есть вот там называешь марте статурка если на школу песня такая а допустим есть артист а вскоре перенечко а песни то нет а скажи а ты с артистами там дружи с кем-нибудь если у тебя там артисты друзья подруги с другими тебе честно сказать или красиво не скажет честно и красиво это уже надоело скажу честно вот это как бы это вот знаешь как бы когда артисты приходят на телевидение и там слушаешь эту порнографию который там наизусть выучена а я а это это так как бы но и мнение я хочу вот напрямую правду правду матку надо рубить что ты с ней будет сделать а потому что я я реалист а те которые постоянно там что-то кривляются и придумывают но они далеко обычно не доезжают вот смотри 5 они вот мне до них такое тело они появляются придумывать это область меня не касается то есть я не играю вот поэтому я у тебя и спросил как бы какая-то какова твоя реальность и дружишь ли ты другими артистами вот вне эфира я тебе расскажу вот зараза понятно понятно я об этикете не надо вот как раз таки этикет это понятно что я например даже когда вижу тоже людей которые в принципе я не хочу видеть я все ой привет да 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 но это не то а перестали так а я не делаю я больше не хожу вот потому что мне надоело потому что я устал от этой всей этой как бы лебезни какой-то дешевый я туда не хожу я иду туда я прихожу в те места где я могу чувствовать себя таким какой я есть вот вот ты ответил сам на то что меня спросил по факту и тебе говорю мы все одинаково мы все живем и проходим одни и те же это я тебе скажу честно что мало того что как бы я пытался ранее скажем то летом 10 назад может 15 назад быть как ли таким всем нравится что надо быть таким но я понял что это ни к чему не приводит и только раз ну и не касается даже всем нравится поэтому всем нравится невозможно это уже устанок многие так изначально-то думают и хотят короче я просто себе скажу я замыта чё-то я тебя загрузил мне кажется ты сам загрузился уже не кто загрузился какой-то вот слушай 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 а я вот тебе скажу раз мы с тобой тут уже созвонились ну ка сделай приглашение для мероприятия 13 февраля чтобы прямо вот в прямом эфире и ты сразу а я потом вырежу и вставлю куда нужно разве уже прям точно ты вот прям зуб даешь на сечение что 13 февраля он прямо поедет я собрал недавно я я сам в смысле зуб даю я сам организую это мероприятие 13 февраля только только не в эту сторону переверни камеру о совсем другое дело новый год вот между прочим потехин приезжает на новый год выступать то есть я вот делаю мы уже с ним давно договорились 5 декабря группа добро выступает вот не в пандемии как бы я сделал не лето привозил сентябре это было конечно нонсенс я тебе потом скину видео ты посмотришь и приветствую и теперь приветствия пригласи как фаната которая зубы уже подлечили они уже готовы еще раз дай мне правные данные долин 13 13 февраля клуб хат хаус к кошка кэт хаус на отлично вообще мне даже название в кошатнике диджей будешь играть я турбой да нет почему наоборот позитивно это приятно даже смотри что человек позитивно позитиве а вот так и запиши да да ну что ж дорогие друзья с вами я и пеньку и золотой голос группы турбомода 13 февраля мы обязательно с вами встретимся в городе таллинн ночном клубе кет хаус кет хаус да теперь сделаем вот теперь как бы вот в таком ракурсе как бы руки бы и так вот и записать ой я люблю я любил свою бабушку на здоровье ну да я ну и сейчас виска участвует хотелось бы как бы так как уже начали сотрудничать сейчас хочется сделать такое хорошую пиар-компанию чтобы появилось много выступлений не так поэтому как бы надо это в принципе совместная работа и поэтому я считаю что если мы собираемся сотрудничать это проще когда мы будем общаться друг другом напрямую и без всяких этих пафосных ну непонятно чего